Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как обычно, приглашаю подписаться, те кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, кому оно понравится, и тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 26 января, киевское время, 19 часов. Сутки, конечно, выдались очень насыщенными и очень тревожными. Сегодня, как никогда, давно уже такого не было, и был нанесен ракетный удар, ну нельзя сказать, что массированный. По сравнению с предыдущими, половина отмассированного, ну если так можно выразиться. Итак, обстановка за прошедшие сутки. Противник нанес 37 авиационных ударов и 65 ракетных ударов. 10 до начала, за вчерашний день, и 55 ракет прилетело сегодня. Причем начинали летать ракеты, шахеды первыми полетели где-то после полуночи, а ракеты уже полетели ближе к утру. В ракетные удары наносились по гражданской инфраструктуре. В основном пострадали и Винницкая, Днепропетровская, Запорожская область, и города, соответственно, Киевская, Львовская, Винницкая область, где были сбиты или пропустили ракеты, которыми применялись. Согласно информации с странички главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного, всего по Украине было выпущено за прошедшие сутки 55 ракет. Из них 47 были сбиты на различных этапах после входа в воздушное пространство Украины. Мы помним, почему я сказал вначале, что половина массированного удара, потому что раньше были по 70-80 ракет, до 100 ракет доходило количество, теперь количество ракет 55. Также сообщается, что около 20 крылатых ракет было выпущено в сторону Киева, есть предположение, что одна ракета была баллистическая, это, возможно, был кинжал, она и достигла своей цели, но она не попала, будем так говорить. Или мы скажем по-другому, попала не туда, куда должна была, наверное, попасть. Ракеты, которые сегодня применялись, относятся к типам, это Х-101, Х-555, они запускаются с Ту-95МС, с акватории Каспийского моря, эти пуски производились. Ракета Кинжал применялась, вот именно о ней я говорил, что она, скорее всего, баллистическая, это МиГ-31, но, как утверждают и белорусские наблюдатели, и некоторые наши издания, Кинжал был пущен с борта МиГ-31 с воздушного пространства Российской Федерации, не с Белоруссии. Те три самолета, которые там находятся, было четыре, один они спалили, двигатель сгорел у него. Они пускались не с белорусского. Также были ракеты Калибр, выпущенные из акватории Черного моря, Х-59 ракета самолетов Су-35, которые тоже поднимались с территории Российской Федерации и с территории Крыма неоккупированного, заходили в воздушное пространство и оттуда пускались. Вот такая сборная солянка из различных видов ракет была выпущена сегодня в течение суток по территории Украины. Надо отметить, что этот ракетный удар унес жизни довольно большого количества человек, а именно за 26 января, только за сегодняшние сутки, то есть с 0 часов, в Украине погибло 11 человек, еще 11 получили ранения. Это в результате дроновых и ракетных атак. Но это гражданское население, это не военные. Военные мы пока не знаем точных данных, потому что там, где ракеты применялись ближе к линии фронта, вполне возможно могли быть и другие жертвы, кроме гражданских. Попадания зафиксированы в 11 областях, повреждены 35 зданий, больше всего повреждений находится на территории Киевской области. Вот такую информацию нам дает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Ну а мы идем дальше. Кроме ракетного обстрела, российские войска совершили 97 ударов реактивными системами залпового огня. Под поражение попали даже жилые дома в Херсоне. Также, по предварительной информации, враг применил 24 ударных иранских дрона, типа «Шахед-136». Но вот с «Шахедами» у нас оказалась намного лучше ситуация. Кстати, из ракет, да, я пропустил, из 55 выпущенных по Украине, 47 ракет были сбиты силами противовоздушной или противоракетной обороны воздушных сил Украины. Это довольно неплохой результат, с учетом того, что сбить, допустим, баллистические ракеты, которые опускались, их, конечно же, проблематично. Там нужно время, мы об этом с вами не раз говорили. А вот с «Шахедами» разобрались полностью. 24 «Шахеда» было выпущено, иранских дронов, по территории Украины. Все 24 были сбиты силами обороны Украины. Причем, мы не тратим дорогие, дорогостоящие ракеты и не перегружаем наши системы противоракетной обороны для сбития «Шахедов». Часть «Шахедов» была сбита в основном нашим тактическим звеном, с применением вплоть до стрелкового вооружения. Но мы знаем, мы же создавали целую систему, глубоко эшелонированную по борьбе с этими дронами. Также сохраняется большая опасность последующих российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Понеся многочисленные потери, враг не прекращает наступательных действий на Бахмутском, Новопавловском направлениях, на Лиманском и Авдеевском направлениях. Вел безуспешные наступательные действия, на Купинском, Запорожском и Херсонском ведет оборонительные действия. Вот такая тактика действий противники. Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Краснопоповка, Луганской области, Верхнекаменская, Спорная, Разделовка, Благодатная, Марьенко, Углидар, Павловка, Донецкой области. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено. Сразу скажу, что группировка российских войск уменьшается. Осталось там, по данным нашей разведки, чуть меньше 6 тысяч, а было 12. Остальных они вывезли и перебрасывают на восток Украины. На Северском направлении противник обстреливал районы Черниговской и Сумской областей. На Слобожанском направлении подверглись обстрелам населенные пункты до более 20 населенных пунктов Харьковской области. На Сватовском направлении, Купенское, Лиманское продолжаются позиционные бои в районе Новоселовского, в районе Площанки, Краснопоповки и в лесах в районе Кременной. Изменений за прошедшие сутки на этом направлении не зафиксировано. На Бахмутском направлении продолжаются бои у Благодатного и Красной горы. В самом Бахмуте продвижение не зафиксировано. Там линия боевого соприкосновения стабильна. К сожалению, есть успехи у врага к западу от Клещиевки. В районе Клещиевки противник имел частичный успех и пытается закрепиться вновь в захваченных рубежах. Вот это продвижение в районе Клещиевки может иметь дальше идущие, недалеко, но все равно дальше идущие последствия. В том плане, что противник может выйти к Ступочкам и Ивановскому. Но это может. Пока что все стабилизировалось и в районе Клещиевки продвижение противника остановлено. Далее, я уже говорил вам вчера, что спикер Восточной группировки войск вооруженных сил Украины признал оставление нашими войсками солидара. То есть мы оставили. В потере города, как бы мы говорили, тут нет ничего такого сверхъестественного. Но самое главное, что мы измотали противника и нанесли ему многократно большие потери, чем понесли сами в результате обороны этого населенного пункта. Также на Бахмутском направлении надо отметить, что активность российской артиллерии выросла. И противник, кроме обеспечения или поддержки своих пытающихся наступать войск артиллерии, активизировал работу своей артиллерии. Но также было нанесено порядка огневые удары более чем по 20 населенным пунктам вдоль всей линии фронта на Бахмутском направлении. На Авдеевском направлении большинство ситуация без изменений. В районе дач к западу от Никольского противник укрепляется на тех позициях, на которых мы его остановили в предыдущие сутки. Ну а в остальном ситуация на Авдеевском направлении стабильна и больших изменений не претерпела. На Новопавловском направлении российские морпехи, это дальневосточные морпехи, несут большие потери, но в основном санитарные. То есть убитых у них не так много, но раненых довольно много. В самом Углидаре по состоянию на обед 25 января враг никуда не прорывался. Прорвались только, условно говоря, прорвались только московские военкоры. Понятно, что не в Углидар. Углидар полностью под нашим контролем, там никаких не может быть провокаций. Но, имеется ввиду, прорвались московские военкоры, они начали производить съемки в близлежащих населенных пунктах, которые они контролируют. И выдавать это, что якобы российские войска зачищают Углидар, что Углидар уже взят. Но Углидар не взят, и вчера к обеду попытки наступления в районе Углидара, вот этими дальневосточными морпехами с Тихоокеанского флота, прекратились. Ввиду большого количества санитарных потерь среди вот этих морских пехотинцев с Тихоокеанского флота. На Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы более 25 населенных пунктов. Ситуация без изменений, то есть линия фронта стабильна, никуда не двигается, идут позиционные бои. Да, надо отметить, что на Запорожском направлении российская артиллерия продолжает проявлять довольно большую активность. То есть интенсивность огневых ударов, интенсивность обстрелов со стороны российской артиллерии выросла. Херсонское направление. Здесь ситуация стабильная, без изменений. Единственное, что обстрелы правого берега и населенных пунктов на правом берегу, которые находятся под нашим контролем, увеличились. Вплоть до применения реактивных систем залпового огня, особенно по жилым кварталам. Имеется ввиду города Херсона. Есть жертвы среди гражданского населения. Далее. На временно оккупированной территории Автономной Республики Крым враг проводит подготовительные мероприятия к очередной волне мобилизации. Так что крымчане, я думаю, уже в курсе и в готовности получать повестки и выдвигаться в военкомат. Те, кто не хочет, будут искать способ, как этого избежать. Но, тем не менее, я так понимаю, в Крыму грядет мобилизация. Так, до 29 января текущего года все так называемые государственные и частные учреждения должны подать списки лиц на бронь военным комиссариатам. Это тех, кого надо оставить в тылу. Следующая массовая волна мобилизации запланирована на конец февраля. В то же время, с 1 февраля текущего года, все ремонтные и строительные работы на бюджетных предприятиях и в учреждениях будут прекращены. А все запланированные средства перенаправлены на обеспечение вооруженной агрессии против Украины. То есть, бюджет Крыма полностью переводится на нужды войны. Все какие-то, я так понимаю, кроме каких-то социальных выплат и зарплат бюджетников, все остальное переводится на нужды войны. Все проекты сворачиваются. Авиация Силы обороны наших за прошедшие сутки нанесла 14 авиационных ударов по районам сосредоточения живой силы и техники противника. Также было нанесено 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, уничтожены 2 вражеских самолета Су-25, вертолет Ка-52, 4 БПЛА типа Орлан-10 и 1 беспилотник типа Супер Кам. Подразделения ракетных войск и артиллерии Силы обороны Украины за сутки поразили 1 пункт управления, 12 районов сосредоточения живой силы и 4 склада боеприпасов российских оккупантов. Вот такие военные новости за прошедшие сутки на линии фронта и на оперативных направлениях произошли и о них стоит на сегодня сказать. Далее мы рассмотрим несколько военно-политических новостей, они тоже очень интересные, тоже насыщенные информацией. В частности новости из Соединенных Штатов, которые для нас, я бы так сказал, очень даже хорошие. А именно, начнем с того, что вчера состоялось обращение президента Джо Байдена к американцам по военной поддержке Украины. То есть они дают своим, отчитывается президент, отчитывается перед избирателями о проделанной работе и объясняет свою политику, внешнюю политику в отношении Украины. Тезисы, основные тезисы из речи Джо Байдена. Первое, это Соединенные Штаты и Европа полностью едины в поддержке Украины. Это приятно слышать. Дальше, далее, Россия ожидала, что мы распадемся, не будем вместе, но мы едины. То есть Европа не поссорилась с Западом, Америка не поссорилась с Европой и нашли общий язык на фоне помощи Украине. И следующее, сегодня я объявлю, что Соединенные Штаты предоставят 31 танк Абрамс для Украины. Мы начинаем обучение как можно скорее. Ну здесь очень спорный вопрос сроков поставки. Да, действительно, чуть позже Джо Байден объявил о передаче Украине 31 танк. В разных средствах массовой информации есть разная информация, вплоть до того, что самые дальние сроки, что это перспектива ближайшего года и последующих лет. В других средствах информации пишется, что танки могут быть переданы в течение двух месяцев в Украину, сразу после обучения экипажей. Как это будет выглядеть, давайте дождемся пояснений из Белого дома и тогда будем примерно понимать сроки. Но в любом случае есть официальное заявление президента США о том, что Абрамсы тоже будут воевать в составе вооруженных сил Украины. Мы также даем Украине запчасти и оборудование, необходимое для обслуживания этих танков. То есть США берет на себя, ну как обычно, когда заключается контракт на поставку, то тогда сразу же обеспечивается и все техническое обслуживание и содержание этих танков. И боеприпасов к ним в том числе. 50 стран стали на защиту территориальной целостности Украины, отметил Джо Байден. Я помню, как говорил, что Путин ожидал раздор в Европе, но вместе с нашими партнерами мы предоставляем большее вооружение. То есть он дал понять, что количество вооружений будет расти. В принципе, что и предполагалось, что вот эта большая партия, которую согласовали на текущем Рамштайн, я думаю, что в дальнейшем она будет либо такой же, либо большей. Кстати, даже по танкам появилась информация, пока она тоже неофициальная, не подтвержденная, но некоторые средства массовой информации написали, что в течение 2023 года Украина может получить от 500 до 700 танков от наших стран-партнеров. Это уже речь идет в основном о западных образцах танков. Что это будет, какие, ну думаю, что все-таки наиболее массовый танк будет все-таки, а Леопард 2-й. А вот все остальные, думаю, ну... Сейчас, видите, началась, пошла тенденция конкуренции. Опять конкуренции, и я считаю, что это правильно, здоровая конкуренция среди наших стран-партнеров, потому что все уже хотят поставить танки Украины. Мы сегодня будем об этом говорить, и я еще назову страны, которые хотят поставить свои танки, не только Леопарды, но и свои собственные танки, для того, чтобы они воевали в составе вооруженных сил Украины. Ну и, конечно же, посмотреть, как они поведут себя в реальной боевой обстановке. Ну и в завершении Джо Байден сказал, что наши страны не позволят одной стране забрать территорию силой. В уставе ООН указано о нерушимости границ. Конечно, было, хотелось бы очень, чтобы Джо Байден это сказал с трибуны Генеральной Ассамблеи и тыкнул носом, я не постесняюсь этого слова, генерального секретаря ООН, пана Гутиериша, почему? Потому что идет реальная попытка Российской Федерации передела границ на европейском континенте, самого крупного передела границ после Второй мировой войны. А Организация Объединенных Наций, ну, такое впечатление, что они этого не замечают. И не реагируют на наш конфликт. Посмотрите, участие в нашем конфликте ООН не принимает вообще, от слова совсем. Ну и в заключении он сказал, что мы верим в силы и возможности украинской армии. Я говорил президенту Зеленскому, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно. Это не борьба против России, это борьба за свободу. Это свобода и свобода других стран. Мы хотим, чтобы пламя свободы горело так ярко, как только возможно. Мы это делаем вместе, сказал президент Соединенных Штатов. Ну, в принципе, он ничего такого нового не сказал. Он единственное только подтвердил все свои намерения, что США и западные партнеры будут бороться вместе с Украиной за свободу как Украины, так и других стран, которым угрожает на сегодняшний день экспансия Российской Федерации. Следующая новость. Ну, я уже сказал, что он объявил о предоставлении нам 31 танка «Абрамс». Далее, следующая новость. Это то, что я сказал. Испания хочет присоединиться, присоединяется, точнее, к европейскому плану по поставкам танков «Леопард» в Украину. Правительство Испании приняло соответствующее решение. Об этом пишет газета «Эль Паэс». Испания может передать Украине 53 немецких танка «Леопард». Всего Испания приобрела у Германии 108 таких машин, начиная с 1998 года. И в результате получается следующая картина. Смотрите, Германия передаст нам 14 «Леопардов» модели А6. Польша планирует, ну, да, сразу отмечу, что немцы, Германия, Олаф Шольц остался все равно в глубине души, остался верен сам себе. Да, он под таким сумасшедшим, не побоюсь этого слова, нажимом со стороны стран-партнеров, международным нажимом, вот так бы я сказал. Он сдался, и да, он дал разрешение и согласие на поставки танков «Леопард-2» в Украину, как Германии, так и стран-партнеров. Но при этом Германия сказала, что, как помните, как история была с «Панцерхаубица-2000», да, очень сложная гаубица. Надо, вот, перепрошить программное обеспечение под, там, ну, все, что угодно было. В результате, и программа должна была растянуться на 6-11 месяцев подготовки расчетов. То же самое они говорят сейчас. Ну, правда, они уже не говорят 6 месяцев, они говорят, что аж в апреле, наверное, говорят представители Бундесвера, мы сможем обучить и передать эти танки Украине. То есть, опять начинается старая наша песня «Агарна-Нова», починаем мы из «Нова». Германия начинает опять искать пути затягивания передачи танков. Дальше Польша 14 леопардов передает. Здесь, кстати, могут быть леопарды ПЛ-версии. Это по специальному заказу, они делались, это польская версия, но это А6 машины, не А4. Вот, то есть, тоже более современные. Но вот польское правительство сказало, что в течение нескольких недель обучит экипажа на этих машинах и передаст танки в Украину. Так что мы уже к следующему Ранштайну, у нас леопарды из Польши уже, наверное, будут в составе вооруженных сил Украины. Дальше, Нидерланды хотят передать нам около 18 леопардов. Тут сроки нельзя сказать точно, потому что эти танки находятся, как я понял, в лизинге. И Дании надо их выкупить у Германии, и тогда-то они смогут их передать. Хотя, может быть, они их передадут и раньше, тут трудно сказать. Далее, Португалия отправит 4 леопарда, тоже модели А6. Испания, я уже сказал, 53 танка леопард, модель танков леопард 2, но версия танков не уточняется. Какая будет передана? Швеция. Швеция захотела вдруг тоже передать нам свои танки, но тут есть особенности. Я сразу отвечу на вопрос, был этот вопрос в комментариях, я его читал. Стритсвагн называется шведский танк. Стритсвагн 122. Точное количество пока танков передаваемых они не указали. Но, вы задали вопрос, что это за шведский танк стритсвагн. Смотрите, это танк леопард 2 версии А6. Но, это не чистый А6 немецкий, это лицензионная копия. Швеция купила лицензию на танк леопард 2 А6 у немцев, и доработав его под себя, они выпустили этот танк. В чем состоит доработка? Первое, они усилили защиту, шведы усилили защиту от противотанковых ракетных комплексов этого танка. Они адаптировали этот танк для ведения боевых действий в условиях местности, шведской местности. Кстати, очень хорошая адаптация, они улучшили его характеристики при ведении боя в лесных массивах, что для нас характерно, и в условиях городской застройки. Этот танк может лучше себя чувствовать и более приспособлен к ведению боя в условиях лесистой местности и плотной городской застройки. Также они поменяли там прицельную систему управления огнем, они поставили свою шведскую, она стала многоканальной, то есть она может засекать до 12 целей, и 4 цели она может сопровождать одновременно. Что это означает? Это означает, что оператор, наведя на первую цель и нажав огонь, ему не надо перенаводить пушку. Дальше автоматика делает все сама, она отрабатывает стрельбу по каждой цели и автоматически перенаводит ствол пушки. Я скажу так, что наверное эта версия где-то на уровне А7, то есть последней, самой последней модификации танка Леопард 2. Так что стритсваген 122 шведский, это фактически модернизированный или я бы так сказал усиленный даже, там не столько улучшенный и усиленный вариант Леопарда 2 версии А6. Ну и Норвегия и Финляндия выразили готовность поставить танки Леопард 2, однако не раскрыли подробности. Кстати в Норвегии вчера прошло заседание комитета по обороне и решение принято. Комитет по обороне будет рекомендовать правительству Норвегии передать танки Леопард 2 из состава шведских вооруженных сил Украине. Единственное, что я так понимаю, что Норвегия и Финляндия пока что держат в секрете количество танков, которые они хотят передать. Итого получается, что только немецких танков марки Леопард 2, Украина согласно этого списка получит 103 танка. Плюс Норвегия и Финляндия, которые не указали количество. 12 стран договорились передать Украине 100 леопардов, соответственно суммарно их может быть и больше. Ну вот мы насчитали 103, плюс еще вот больше, может быть больше, потому что Норвегия и Финляндия, еще раз повторюсь, не указали количество. Думаю, что не меньше роты будет этих танков. Далее, уже определена дата, видите, события начинают набирать обороты и ускоряются. И уже известна дата проведения следующего заседания в формате Рамштайн. Она состоится 14 февраля и в этот раз оно будет проходить не на базе НАТО в немецком городе Рамштайн, а в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Там же 14-15 февраля будет проходить встреча министров обороны стран НАТО под представительством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Так что будут совмещены два мероприятия. Следующая новость, которую хотела Турция, подписала меморандум, тоже из положительных новостей, Турция подписала меморандум о передаче Украине плавучих электростанций, которые могут обеспечить электричеством приблизительно 1 миллион домохозяйств. Это к чему речь? Когда Россия начала громить нашу энергетическую систему, помните, в Одессе были огромные перебои с электричеством, и тогда появилась информация, что Турция отправляет две плавучих электростанции для того, чтобы обеспечивать Одессу и Одесскую область электрикой. Так вот, энергетическая компания Украины заключила меморандум, видите, выяснилось, что они заключили меморандум и передают эти электростанции Украине. Единственное, что плавучие электростанции будут размещены в портах Румынии и Молдовы, чтобы транспортировать электричество через сети этих двух стран. Ну, для того, чтобы потом не получилось, как с турецким судном, которое стояло пришвартованным в порту Херсона, и несколько дней назад в него влупила российская ракета. Капитанский мостик выгорел, судно получило значительные повреждения, но сохранило свою плавучесть. И об этом уже узнала турецкая пресса. Заодно подождем реакцию Турции на уничтожение имущества этой страны на территории Украины. Кстати, территория судна пользуется экстерриториальностью, то есть на территории этого судна действует конституция и законы Турецкой Республики. Турция. Следующие тоже, ну, сегодня какой-то шквал такой приятных новостей. И я вам говорю, что вот то, что собирается признать, ее признали, кстати, ЧВК Вагнера, признана транснациональной криминальной организацией. Так что теперь даже вот то, что они там действуют в Африке, да, наемники ЧВК Вагнера, их могут отлавливать спецслужбы или уничтожать. Кстати, наемников не берут в плен, чтобы вы знали. Они подлежат уничтожению. Только если они добровольно сдаются в плен, да, их могут пленить. Но при этом они попадают под действие международного права и их осуждают как военных преступников. А так их можно не брать. Ну, фактически, Соединенные Штаты открыли сезон охоты на наемников Вагнера по всему земному шару. И я тогда вам сказал, что Министерство финансов, у них же своя департамент разведки, финансовой разведки, что они знают все и вся. Так вот, Минфин США уже взялся за организацию Вагнера. Есть распоряжение заморозить все, что касается с Вагнером. Причем не только счета с деньгами, но и имущества, и предприятия, и структуры. Счета структур и лиц, связанных с ЧВК Вагнера. Ну, посмотрим, кстати. Говорят, что Пригожин это один из кошельков Путина. Вот лиц Российской Федерации. Коснется ли Путина замораживание его личных счетов, которые находятся у подставных лиц, типа Вагнера, Ралдугина, помните, виланчелист-миллиардер, который напилил на виланчели миллиарды долларов и разложил их в разные банки по всему миру. Вот и посмотрим на эффективность финансовой разведки США. Ну, в принципе, я в ней не сомневаюсь. Далее, касательно наших боевых действий, Институт изучения войны, американский проанализировал ситуацию на линии фронта, особенно в Луганской, Донецкой и Запорожской областях. И вот к какому они выводу пришли, американские аналитики этого института. Российские силы могут проводить ограниченные атаки на большую часть линии фронта в Украине, чтобы рассредоточить и отвлечь украинские силы и создать условия для начала решающей наступательной операции в Луганской области. Вот они предполагают, Американские соединенные штаты, они предполагают, что все-таки наступательная операция будет начинаться из Луганской области. За последние несколько дней российские войска возобновили наступательные операции, а именно ограниченные наземные атаки на двух основных участках фронта. В центре Запорожской области на линии Каменская, Малые Щербаки, Малая Токмачка и в районе Углидара на западе Донецкой области. Украинские официальные лица отмечают, что эти атаки проводятся небольшими штурмовыми группами численностью от 10 до 15 человек и направлены на рассредоточение украинских оборонительных рубежей. Масштабы и характер этих обстрелов свидетельствуют о том, что они скорее мешают атакам, направленным на то, чтобы отвлечь и прижать украинские силы к отдельным участкам фронта, чем с согласованным усилием по возобновлению наступательных операций для продвижения вперед на центральном, запорожском и западном направлениях Донецка. В чем суть? Суть в том, что мы с вами говорили, я говорю, что это скорее всего похоже на разведку боем, потому что пешие группы, там до взвода наша разведка давала до 30 человек, ну вот в США посчитали, видимо со спутника точнее можно посчитать, 10-15 человек. Это было похоже на разведку боем, на сковывание действий наших войск. Вот именно это и оказалось правдой. То есть они пытаются на Запорожском направлении и на Новопавловском направлении сковать наши силы и растянуть наши резервы, угрожая наступлением на Углидар и на участке в центре Запорожской области, или в центре линии фронта, точнее в центре оперативного направления Запорожского. Они пытаются создать иллюзию угрозы, чтобы мы начали перекидывать туда резервы. А соответственно наших резервов, по идее, как они думают, должно не хватить на Донецком направлении. И тогда они в районе Бахмута и Авдеевки пойдут в уверенное наступление. Вот так вот фактически раскусили замысел противника. Но мне приятно отметить то, что наше видение этой ситуации совпадает по сведениям наших аналитиков Института изучения войны, Американского Института изучения войны, по относительно характера ведения боевых действий. Ну и еще одна новость, которая в принципе нас всех волнует, и я думаю, что она в конечном итоге состоится. Я имею в виду авиация, вопрос авиации. Так вот, издание «Политика» американское написало, ну вы знаете, да, это такое издание, которое пока что не ошибалось ни разу, за год, даже уже больше. Именно в «Политика» была, по-моему, если я правильно помню, именно в «Политика» была первая публикация о том, что Россия нападет на Украину. И это состоялось 30 октября 2021 года. Они написали, что возможно будет нападение на Российской Федерации, на Украину. Так вот, издание «Политика» пишет, что западные союзники обсуждают поставки истребителей Киеву. И это издание утверждается ссылкой на свои источники, что в кулуарах НАТО начались дискуссии о поставках Украине реактивных истребителей. Теперь, когда решение по отправке американских «Абрамсов» и немецких «Леопардов» принято, и началось движение по переброске этих танков в Украину, потому что некоторые... Ну, тут еще надо добавить же челленджеры вторые тоже. Причем челленджеры, я так понимаю, челленджеры, скорее всего, британские самыми первыми появятся в Украине, потому что было заявлено, что первых четыре танка буквально в течение одной недели, я так понимаю, на этой неделе должны уже появиться в Украине. Кстати, по экипажам на челленджер, я думаю, что британцы могли давно-давно подготовить экипажи, потому как наши военнослужащие проходят подготовку в Великобритании. И эти танки могут сюда прибыть вместе, уже вместе с готовыми экипажами. Но, тем не менее, издание «Политика» поднимает эту тему, и я надеюсь, что... Это еще одно подтверждение того, что говорил наш министр обороны, что следующий Реймштайн, вот видите, который состоится в Брюсселе, уже в штаб-квартире НАТО, видите, как меняется конъюнктура в отношении стран Запада к Российской Федерации. Если когда-то там НАТО дистанцировалось, боялось что-то заявить, то теперь уже никто не боится. Даже Путин уже, у него, наверное, скоро красный фломастер, хочется чертить красные линии, которые он постоянно Западу якобы чертит. Как же он сказал? Он же сказал один раз, что мы сами себе будем чертить, и для всех других будем чертить красные. Мы будем чертить, типа Россия будет чертить. Ну вот, чтобы они не прочерчивали, артиллерия пошла, всех калибров танки пошли, практически всех марок ведущие. Ну, там же о Леклерках речь идет, и о Челленджерах речь идет, и о Бабрамсах, и о Леопардах. Кто еще остался там со своими танками, не участвующими в этом параде предоставления нам тяжелых танков. Поэтому, я думаю, что и здесь Запад и Брюссель уже, видите, плавно совмещают встречу министров обороны в формате Рамштайн и встречу министров обороны в формате НАТО. Стран-партнеров, которые помогают Украине. Так что, может быть, может быть, будет обсуждаться вопрос передачи каких-то самолетов, может быть, из состава войск НАТО. в Европе для нужд Украины. А может, ракет. Почему? Потому что у нас осталось две позиции, которые мы до сих пор не получаем от наших западных партнеров. Это ракеты средней и малой дальности и самолеты. Тем более, что было заявлено с нашей стороны, Министерство обороны подтвердило, что переговоры о передаче МИГов 29-х, словацких МИГов, находятся в стадии завершения, они идут полным ходом. И я думаю, что мы эти МИГи можем получить опять же в ближайшее время, ну а может быть, сразу после проведения Рамштайн-9 в Брюсселе. Ну что ж, вот такая вот военная и военно-политическая картина состоялась за прошедшие сутки. На этом мы первую часть нашего видео заканчиваем. И я по традиции сделаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, и тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну и через некоторое время мы дальше продолжим. И продолжаем мы дальше с вами тоже по традиции ответом на ваши вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет такой вопрос. А кто прикрывает танки при наступлении, не считая артиллерии? Авиация. Две, два, ну я бы так сказал, два столпа основ огневого поражения противника, причем как в оборонительном, так и в наступательном бою, это артиллерия и авиация. Ну если авиация только недавно набрала, авиация превосходит артиллерию в маневренности, огнем и в своей мощи. Почему? Потому что если штурмовики, пара штурмовиков работает там по батальонному району обороны, то от него не остается вообще ничего. Если, ну а артиллерии надо намного больше времени и боеприпасов для того, чтобы допустим достигнуть степени поражения около 70%, когда батальонный район обороны будет считаться уничтоженным. При достижении степени 30% поражения, нанесения потерь батальону в районе обороны, это подавление. Поэтому авиация, она более быстрая, более мощная, артиллерия, она более методичная и точная. И артиллерия еще может вести так называемый огонь на изнурение, или если правильно, называется беспокоящий огонь, который не дает возможности допустим вести какую-то деятельность, перемещаться по позициям, поднимать голову, вести ответный огонь и так далее. Вот каждый из этих двух составляющих, но это две компоненты, которые одна без другой, одна дополняет другую. И у есть свои преимущества, у каждой есть свои недостатки. Но кроме артиллерии пехоту поддерживает авиация. Танки и пехоту поддерживают авиация. Без прикрытия сверху и без поддержки артиллерии ни пехота, ни танкисты никакого успеха не добьются. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем принципиальная разница между модернизируемой Т-64 и Т-72? Ну, смотрите, давайте так начнем. Начнем с того, что Т-72 появился благодаря появлению Т-64. Об этом я уже рассказывал неоднократно. И, в общем, это уже известная история, причем, кстати, она была озвучена с российских источников информации, в частности, российский журнал Вооружение России или Оружие России, так он, по-моему, называется. Так вот, в чем принципиальная разница. Разница в конструктиве. Это два разных по конструктиву танка. Ну, например, по двигателю Т-64 имеет оппозитный двигатель 5 ТДФ в модернизированной версии 6 ТДФ. А Т-72 у него двигатель V-образный, дизельный, 12-цилиндровый, по мощности пусковой установки они примерно одинаковые. Даже у 72-ки двигатель чуть-чуть помощнее будет, чем чем у Булата Т-64 БМ. Мы говорим про модернизированные версии Т-72 Б3 и Т-64 БМ Булат. Это две модернизированные версии. Но в этом соответственно ходовая часть у них тоже отличается. Так как типы двигателей разные. Далее по защите. Давайте так. По весу они примерно одинаковые. По калибру пушки у них одинаковая пушка. Но тут есть особенности. У обоих танков есть автомат заряжания. И если рассматривать его по боекомплекту Т-72 превосходит Т-64 у него боекомплект по-моему 40 да у 72-ки 45 выстрелов у 64-ки 36 выстрелов. Но теперь начинается особенность. Дело в том что автомат заряжания у Т-72 рассчитан всего лишь на 22 выстрела. Потом надо загружать автомат заряжания из общей боеукладки. То есть танку надо по нормативу около 30 минут. У Т-64 автомат заряжания рассчитан на 28 выстрелов. То есть здесь он его превосходит по количеству выстрелов. потом тоже надо загружать боеукладку точнее автомат заряжания но время заряжания меньше практически на 10 минут. То есть Т-64 быстрее перезаряжает свой автомат. Плюс скорострельность Т-64 8 выстрелов в минуту. А Т-72 6 выстрелов в минуту. Это обусловлено самой работой автомата заряжания. У Т-64 он однократный то есть за одно досылание заряжается пушка а у Т-72 заряжание пушки происходит в 2 этапа что увеличивает соответственно время заряжания. Ну скажу так по броневой защите есть особенности в плане особенно активной защиты и активной и динамической защите. Защита которая находится расположена точнее на танке Т-64 называется нож она практически в 3 раза эффективнее и по уменьшению бронепробиваемости танка Т-64 плюс элементов защиты намного больше и Т-64 защищен вот этой активной динамической защитой лучше чем Т-72 Далее надо отметить по прицельным приспособлениям и приборам управления огнем У-72 у него у него один ночной канал и он находится только у наводчика то есть командир получается ночью практически слепой у-64 есть тепловизионный канал для командира и для наводчика то есть они ночью видят оба хорошо при по двигателю еще хотелось бы отметить что запас моторесурс работы двигателя на 64 составляет 500 часов моточасов на 72 он составляет всего-навсего 200 часов 72 кстати страдает перегревом двигателя он и при экстремальных условиях особенно в условиях большого запыления ресурс двигателя Т-72 уменьшается уменьшается на ну не в разы но значительно значительно уменьшается это является огромным недостатком то есть маленький намного меньший моторесурс двигателя и ходовой и ходовой части танка Т-72 но это неудивительно 72 она создавалась как дешевая версия еще раз напомню более дешевая версия для массового производства танка Т-64 поэтому у 64 больше преимуществ в этом плане ну и плюс мы модернизировали 64 до версии БМО плот с учетом уже натовских стандартов западных технологий а в российской федерации Т-72 модернизировали версии Б-3 только с применением отдельных элементов западных технологий ну вот допустим они ставят там французский прицел на них а у нас ставится уже система управления огнем танка мы ставим цифровые радиостанции они ставят аналоговые радиостанции но модернизированные и как они считают современные но российские а мы ставим допустим уже цифровые станции под натовский стандарт но по огневым возможностям я вам сказал плюс мы динамическую защиту и активно-реактивную броню мы берем уже под западный стандарт ну допустим такой пример что активно-реактивная броня танка Т-72 например комплекс комплекс контакт 5 это это самая последняя фишка российской федерации так вот эта эта броня активная она всего лишь навсего дает от 70 до 120 ну а эквивалент этой брони является увеличением брони танка на 70 тире 120 миллиметров то есть если снаряд кумулятивный идет 120 миллиметров его бронепробиваемости из там 500 возможных убирает вот этот комплекс контакт активной брони а наш украинский комплекс реликт убирает сразу точнее нож наш комплекс нож убирает сразу 500 миллиметров то есть наш комплекс нож выдерживает удар современного кумулятивного снаряда от 500 до 750 миллиметров в эквиваленте он защищает танк при попадании кумулятивных снарядов у нас есть комплекс мы ставим ребовский комплекс на наши танки который позволяет бороться с всеми типами управляемых снарядов которые есть на вооружении Российской Федерации по отводу этих снарядов от танка или уничтожение их на на расстоянии или на подлете к самому танку поэтому в данном случае если мы сравниваем модернизированную версию Т-72 Б-3 и с версией модернизированной версии Т-64 БМ оплот у украинского оплота преимущества намного больше причем практически по всем параметрам начиная от живучести на поле боя то есть бронеустойчивости к бронепробиваемости заканчивая там скорострельностью и моторесурсом двигателя вот примерно такую можно построить характеристику между этими двумя типами двумя типами танков следующий вопрос периодично застречаю информацию про то что на нас летят ракеты которые изменяют напрямую кругу под час полета поясните пожалуйста принципы их дии ну вы наверное только сейчас присоединились к просмотру тех видео которые я записываю практически каждый день и практически с начала этой войны дело в том что те ракеты которые есть два типа ракет есть крылатые ракеты есть баллистические ракеты баллистические ракеты не меняют свои траектории они летят по параболе то есть поднимаются вверх потом падают вниз это математика чистая математика считается РЛС засекает ракету и просчитывает методом математическими методами просчитывает траекторию определяет точку попадания этой ракеты Такие ракеты баллистические корректируются на начальном участке траектории, то есть пока работает маршевый двигатель, разгонный двигатель, у нее есть рули, которые подправляют эту ракету в пространстве и дальше она летит уже как свободно брошенное тело, естественно соблюдая законы баллистики по баллистической траектории, ничего не меняя. Есть крылатые ракеты, которые в принципе по большому счету являются реактивным самолетом, которые летают на дозвуковой скорости, то есть у них примерно там 850-870 км в час скорость, некоторые там до 900, но не больше, дальше идет уже 1060 км, это уже звуковой барьер, это уже сверхзвуковая скорость. Так вот, они летят на дозвуковой скорости, имеют маленькие крылышки и имеют рули. Два способа управления этой ракетой, либо заранее операторы программируют маршрут, точно так же, как вы GPS навигацию включаете в машине, она вам предлагает несколько вариантов маршрута. Вы его выбираете, она прокладывает этот маршрут и вы едете, она вам говорит, здесь направо, там налево, тут вперед, там назад. Точно так же происходит здесь с этой ракетой. Либо маршрут закладывается, формируется оператором и закладывается ей в мозги заранее, и она может сверять свое положение в пространстве с этим маршрутом с помощью инерционной системы, то есть у нее стоит внутри гироскоп и высотомер, и она определяет свое положение в пространстве исключительно благодаря, и летит она тогда по временным графикам. Но в этом случае точность сильно страдает. Для этого на ракету ставят головку самонаведения, которая включается где-то за 50-70 км до цели, если это ракета средней и дальности. И далее она корректирует себя относительно цели, уже непосредственно наблюдая цель. И второй вариант ее ориентации в пространстве, это установка блока GPS навигации. Россия ставит сейчас блоки на собственную систему GLONASS GPS навигации, чтобы не пользоваться американской системой, чтобы те не могли ввести систематическую ошибку. Соответственно, тогда она вообще летит точно так же, как едет машина по маршруту. То есть, она привязывается постоянно, но корректировка ее за счет отклонения в пространстве от координат цели, от конечной точки, ее ориентировка происходит точно так же за счет головки самонаведения, которая активируется непосредственно перед самой целью, на конечном участке траектории. Вот так эти ракеты летят, это крылатые ракеты, поэтому они так и опасны. Единственный, самый большой их недостаток, который позволяет с ними довольно легко бороться, это их малая скорость. Если ты ловишь ракету в этом районе, и она в этот момент пролетает через район работы с системой ПРО, она не меняет свою траекторию, как ей было заложено, а идет по прямой, то тогда с ней бороться довольно легко. Если она изменяет траекторию, то тут уже намного сложнее. Добрый день. Вопрос. Почему не устанавливать дистанционно управляемые мины? Ставить точки на карте, когда враг наступает, наблюдая с беспилотника, просто их активировать. Тогда будет стопроцентная эффективность. А кто вам сказал, что мы этого не делаем? Дело в том, что на минная война идет полным ходом. Минируется, ну мы меньше минируем, потому что у нас меньше возможностей. Российская Федерация вообще мины, как и снаряды, не считает. Они минируют все. Даже иногда просто разбрасывают. Или вот как это было, когда была угроза, ну ходили такие разговоры, что была угроза якобы со стороны вооруженных сил Украины, что мы можем войти в Донецк. Так, российские войска обстреливали снарядами с дистанционного минирования систем ураган или смерч, обстреливали по пригороду Донецка, причем даже населенные пункты, разбрасывая противопехотные мины, чтобы предотвратить продвижение наших войск. Когда мы отходим, мы устанавливаем не только минные поля, но и мины направленного действия, которые срабатывают автоматически при появлении противника, или управляются вот точно так же, как вы написали, дистанционно, с помощью средств связи или с помощью беспилотников. Но, поверьте, минная война идет полным ходом. Точно так же, как и во всех других видах вооружений, имеющихся на обоих сторон на сегодняшний день. Здравствуйте, ответьте на вопрос, какие военные в приоритете на обучение в других странах? Кто отбирает и по каким критериям? Вы как-то говорили, что обучаться системам ПВО поехали ребята, которые даже не имеют срочной службы. Как так? Почему многим военным даже не представляется возможность поучаствовать в конкурсе путем конкурентноспособности, проявления своих навыков, знаний и так далее? Кто вам сказал? Во-первых, я не помню, чтобы я такое говорил. Это в том случае, если, допустим, человек оканчивал профильный институт, но в армии не служил. У него специальность радиоэлектроника. Конечно же, он будет отобран для службы в рядах такого вида, как противовоздушная оборона. Это первый момент. Второй момент. Наоборот, я думаю, что все предоставляется. Во-первых, идет отбор. Кто больше соображает, того и отправляет. Поверьте, солдат из пехоты никто не отправит обучаться на новых системах ПВО. У кого высовка ПВО радиолокационная, причем надо иметь высовку именно радиолокация, а не оператора РЛС, а не, допустим, оператора пусковой или транспортно-заряжающей машины. Нет. Едут людей направляют согласно военно-учетным специальностям, которые у них есть или которые они приобрели в результате обучения или службы. Плюс, вы не забывайте, что одним из критериев является знание иностранного языка. Потому что, да, инструкторы говорят на русском языке или на украинском языке, но не всегда есть переводчики, которые переводят и для наших солдат, то есть дают возможность общения. Но и знание языка тоже является критерием для отправки. Поэтому вот все, что вы написали, оно все соответствует. И конкурсный отбор, я думаю, что вряд ли проводится. Все равно по рекомендации командиров отбирается личный состав, который убывает на обучение. Причем, в основном, это даже больше применяется из числа частей резерва, которые либо вышли на переформирование, но понятно, что с боевого дежурства никто снимать людей не будет. Плюс, вы же не забывайте, что те, которые на боевом дежурстве, они имеют самый большой опыт в плане применения тех систем, на которых они служат. Потому что навык. Навык это приобретаемая черта. И навык с каждым боевым пуском, навык увеличивается. Это уже доходит до профессионализма, доходит до стадии автоматизма. И поэтому этих, это самые ценные люди. Этих людей никто никуда не будет отправлять. А вот из числа резерва, но профильная специальность, да, их отправляет. Плюс знание языка, по возможности, конечно. Ну и вот еще один такой вопросик, коротенький на сегодня. Написал, привет из Литвы. Сравнили Т-90 с Леопард-2, у которого форсированный в дребезге тысячесильный двигатель, который страдает перегревом. Но, а как же Челленджер-2? Вес выше, там тоже только тысяча лошадиных сил в английской версии. Когда это критически важно. Спасибо за ваше мнение. Перемогом будет Украины. Ну, во-первых, давайте начнем. Два слова о Челленджере-2. Да, действительно, у него 62 тонны вес. В отличие от 46 тонн Т-90. У него 62 тонны, экипаж 4 человека. Но двигатель у него 1200 лошадиных сил. Если мы говорим о Челленджере-2. У первого Челленджера, да, было 1000. Но, британцы решили недостаток мощности двигателя, британцы решили за счет трансмиссии. У Челленджера стоит трансмиссия, которая проигрывает в скорости. У него максимальная скорость 56 км в час. Ну, как для тяжелого танка, я считаю, что это за глаза. Средняя скорость 40-56 км в час. Запас хода по топливу может быть там 250-400 в зависимости от режима движения. Но, за счет потери в скорости, они дали ему более мощную трансмиссию, которая при 100-1200 лошадиных сил дает танку довольно хорошую маневренность и довольно хорошую приемистость двигателя. Вот в чем дело, понимаете. Они не стали перегружать двигатель. Они сделали ему нормальную трансмиссию, которая при этой мощности позволяет сохранить маневренность танка и приемистость его в движении. Так что Челленджер 2, хотя и тяжелый танк, но в принципе он особо не уступает по ходовым характеристикам другим современным западным танкам. Ну что ж, на этом, наверное, мы с вами вторую часть, а именно ответы на ваши вопросы закончим. Я обещал, что сегодня будет третья часть приветствия и комментарии и пожелания поболее, чем вчера. Поэтому мы приступим к третьей части, а это пожелания, приветствия и комментарии, которые вы прислали. Итак, первым прозвучит сегодня следующее. Уточнение по поводу Молдовы. Я нахожусь здесь в качестве беженки с марта месяца прошлого года. За это время это минимум 4 учения, которые проходят. Своими глазами видела не раз движение военной техники. А раза 3 сильно пугалась звуком артиллерии с полигонов в километрах 20 от места, где нахожусь. Так что они весь год активно ведут учения. Ну что ж, я рад за Молдову, что это действительно так. Но видите, в международную прессу, потому что это вышло за пределы самой Молдовы, такая новость просочилась впервые. Я до этого думал, что они вообще, ну как бы, даже разговаривая там с представителями Молдовы, они сами в некоторых разговорах говорили, что с армией у них проблемы. Надо бы ее поднять на щит в условиях сегодняшнего дня. Следующее. Спасибо за информацию. Скорейшей победы Украине и поражение путинским оккупантам. Позор террористической и фашистской России. Отлично, что Украина получает танки. Осталось дело за дальнобойными ракетами и самолетами. Привет из Новгорода. Поздравляю президента Украины с его днем рождения. Желаю мирного неба над Украиной и победой над расшистами. Привет из Канады. Уважаемый Олег, я уроженец Кривого Рога. С 92-го живу в Израиле. И имею предложение. Коротко про исходные данные. Мне пришлось работать под руководством человека, который стоял у истоков беспилотной авиации. Его зовут Шабтай Бриль. Он живет в Иерусалиме. А в 1969 году он был капитан разведки и служил на Суэцком канале. Так вот, разведчики взяли американский игрушечный самолет, привязали к нему видеокамеру и запустили над каналом. Опыт был успешным и положил начало развитию боевых дронов. Предложение взять игрушечный самолет или сделать таковой из фанеры, поставить на него шумопроизводитель и больше ничего не надо, кроме двигателя. Запустить рой таких копеечных дронов, чтобы шумели. А под их прикрытием можно запускать боевые дроны, которых не видно и не слышно. Идея сырая, но лучше поздно, чем никогда. Ну, спасибо большое за идею. Да, я понял. Создать с помощью роя дронов, таких фанерных с источниками шума, создать иллюзию и прикрыть на работу настоящих дронов-разведчиков. Может быть, думаю, что кто-то нас услышит и может быть кто-то возьмет на вооружение. А, ну вот по поводу обедненного урана, то, что Россия очень боится и решила там напугать весь мир, что не дай бог, вот эти будут обедненный уран применяться в боеприпасах, они это расценят как ядерный удар по Российской Федерации. Так вот, специалисты пишут. Из обедненного урана в процессе производства компонентов для ядерной энергетики и военных целей извлекаются все радиоактивные составляющие. Так что наши природные украинские граниты и то, наверное, больше фонят, чем немецкие танковые снаряды. Видите, оказывается, ну да, гранит имеет повышенный фон радиоактивности. У нас в районе добычи гранита и мраморных карьеров, таковые тоже есть в Украине, ходят все с дозиметрами. Все меряют, чтобы там фон радиации не превышал естественный фон в других регионах. Так вот, видите, пишут, что обедненный уран вообще не имеет никакого отношения к реальной радиации. Хотелось бы уточнить информацию по 120-мм минометам. Мина весит примерно 12,6 кг, радиус повреждения 50 метров. Ну, кстати, убойная сила осколков 400 метров. Я служил командиром расчета в армии обороны Израиля, поэтому владею этой информацией и имею большой опыт. Я живу в Израиле и слежу за тем, что происходит сейчас в Украине. И желаю всем жителям этой страны скорейшей победы над оккупантами. Слава Украине! Скажу так, что мина, видимо, мина, которую применяли вы и которая применяется в Украине, а это советского образца мина, видимо, имеет различные характеристики. Потому что убойная сила осколков от миномета считается 400 метров. Тактика технических характеристиках. Добрый вечер, я сама из Каховки. Чтоб и наше медицинское оборудование камнем на шее стало. Гады. Ну, вот такой. Акция Лабас Зинас. Хорошие новости. Сегодня отправились в путь квадроциклы. Специально приспособленные боевые платформы и военные скутера. Made in Latvia. На маленькой кочке заваливается большой воз. Разом до перемоги. Можем повторить. Ну, вот огромное вам спасибо за эти боевые квадроциклы. Кстати, ходит легенда. Правда, они сейчас немножко подзабыли, что вот эту самую большую колонну, которая вторглась со стороны Белоруссии в сторону Киева, в Украину, длиной более 60 километров, помните? Так вот, есть легенда, что ее нарезали по кускам и громили именно какой-то суперотряд на квадроциклах. Они брали по куску этой колонны и просто ее расстреливали, уничтожали. Не знаю, насколько правда. Говорили даже, что вроде как в Голливуде кто-то пишет сценарий для вестерна или для блокбастера на основе этого факта. Ну, пока не сценарий, год уже почти прошел, пока не сценарий, и сама легенда потихонечку канула в лету. Но, тем не менее, квадроциклы, боевые квадроциклы очень и очень помогают. Особенно в Харьковской операции они, кстати, применялись очень активно. Подтверждено, администрация Байдена завершает планы по отправке танков Абрамс в Украину и может сделать объявление уже на этой неделе. Ну, видите, уже сегодня мы апеллируем официальным фактом о том, что танки вырушат в Украину. Швейцария протянет руку помощи для доставки боеприпасов и танков в Украину. Минувшие выходные СП прекратила сопротивление. Комиссия по политике безопасности Национального совета хочет, чтобы Германии, Дании и Испании разрешили передавать оружие из Швейцарии в Украину. Ну, СП, наверное, это, наверное, социалистическая партия Швейцарии. Они там вроде как у них сейчас у власти. Но это очень хорошо. Кстати, Швейцария обладает очень хорошими запасами, особенно ПБ-припасом. И она их производит, еще надо отметить. Видите, маленькая Швейцария, а боеприпасы, то Израиль тоже производит боеприпасы. Так что патронный заводик, он не помешает никогда. Поэтому надо будет, наверное, на это обратить внимание и все-таки его построить по окончании войны. Кстати, конфликт же был. Швейцария не разрешила боеприпасы к гепардам швейцарского производства немцам отправлять в Украину. А сейчас, видите, я так понимаю, что лед тронулся, господа присяжные заседатели, как говорил Остап Ибрагимович Бендер. И Швейцария разрешит поставки различным странам своих видов вооружений для Украины. Ну, посмотрим. К вопросу об идеологии в армии Российской Федерации. Мне рассказывал уроженец Кабардино-Балкарии, что в их регионе готовы дать взятку за то, чтобы парня взяли в армию. Нормально оплачиваемой работы на гражданке нет, а военнослужащему платят. По их меркам приличные деньги, плюс возможность военной ипотеки, так как заработать на квартиру практически невозможно. Вот вам и вся идеология. Да, мотивация, в том числе и материальная, к великому сожалению, в Российской Федерации тоже имеет место быть. И может быть даже в доминирующем порядке. Лада Калина за смерть сына, это российская кредо на сегодняшний день. Думаю, что предстоящий в феврале месяце Рамштайн по авиации также решится в целом в пользу Украины. Михаил из Подмосковья. Да, мы на это очень сильно надеемся, но дождемся. Вы как-то спрашивали о канадской зимней форме. Так вот, есть она у бойцов, вся или часть неизвестна, но ребята хвастались. Это просто прекрасная новость. Если действительно наши бойцы на передовой в этой канадской зимней форме. Там, кстати, я интересовался, оказывается, канадская зимняя, чем она отличается? Тем, что в ней предусмотрены элементы одежды, которые не позволяют замерзать рукам и ногам. То есть, то, что человек замерзает с конечностей. Вот если конечности замерзли, то тело не выдерживает, не может, не в состоянии поддерживать температуру. Начинается озноб, начинается замерзание тела. А так как периферия получает меньше теплой крови, то ей конечности начинают охлаждаться и вплоть до обморожения. Так вот, канадская форма имеет элементы одежды, которые это предотвращает. То есть, там руки и ноги согреты намного лучше, не менее хорошо, как и само туловище. А также Норвегия рассматривает возможность поставки Украине восьми танков Леопард-2. Ну, это уже как бы новость немножко... Видите, события сегодня по танкам меняются с такой скоростью, что даже ваши комментарии меньше, чем за сутки, становятся уже устаревшими. Я вот живу в Соединенных Штатах и до сих пор не могу поверить, что этот весь бардак происходит на большой земле. Победы вам! Ну, имеется в виду бардак, я так понимаю, война. Война, причем такого крупного масштаба, как Вторая мировая. Олег, очень надеюсь, что в американских F-16 и других авионика тоже американская, а не, скажем, израильская. И тогда Израиль может перекрыть поставки. И представители США не могут не держать это в голове, делая заявление о поставках. Думаю, что да. Тут два варианта может быть. Либо Соединенные Штаты договорятся с Израилем об этом. Почему? Потому что, ну, все же в мире взаимосвязано. И Рафаэл очень плотно сотрудничает с Локхрид Мартин. Это одна из крупнейших фирм по производству авиатехники в Соединенных Штатах, военной авиатехники. Это их детище F-35 и так далее. Поэтому я думаю, что на обоюдо выгодных условиях могут и договориться. А могут и поставить действительно самолеты, которые не оборудованы израильской авиатехникой. Зная, допустим, настроение сегодняшнего премьер-министра Израиля. Маниакально вывозит детей. Особенно вот, даже отбирает у родителей. У живых родителей отбирают детей и вывозят в Российскую Федерацию. Отличные новости. Я очень рад. Господи, храни Америку. Здоровья и долгих лет жизни дедушке Байдену. Счастья и процветания американскому народу. Огромное спасибо за поддержку и военную помощь европейским друзьям. Я так думаю, что это было написано по итогам Рамштайн. Ну и да, это новость, что издание Шпигель сообщило, что канцлер Германии Улов Шольц принял решение направить в Украину танки Леопард-2. Берлин также разрешил другим странам поставлять Украине танки Леопард-2. По данным Шпигель, решение касается танков Леопард-2 версии А-6. Другие европейские страны также планируют поставить Украине танки Леопард-2, сообщает Рейтерс. Ну, посмотрим. Это из вчерашних. Вчера же у нас не было с вами этого раздела, но я уже решил зачитать. Как же хочется домой? А в Бахмуте все сложнее и сложнее ситуация. Но все равно победа будет только за нами. Храни Господь нашу Украину, наших защитников, слава героям. Ну что ж, вот такие вот приветствия, пожелания и комментарии прозвучали сегодня в нашем с вами видео. На этом я вас благодарю за внимание, что вы досмотрели до этого момента. Еще раз напоминаю, что кто еще не подписан на мой канал, подпишитесь. Поставьте оповещение, чтобы не пропускать новые видео, которые появляются на канале. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. И тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Отдельная благодарность спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Благодаря вашей помощи у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продолжаем верить Збройным силам Украины. Перемога за нами. Слава Украине!